Итоги уходящей среды Независимо от прописки, с нового года можно будет покупать землю в сельской местности для ведения личного подсобного хозяйства. Исполком включает такой участок перечень. Какие еще ждать изменения? Саварин, палтус и треска в Бавруйске открылась универсальная ярмарка. У нас очень большой ассортимент рыбы, горячего копчения. Почем деликатесы? А также двусторонние отношения, туристические гарантии и спасительная разработка. Наши ученые создали два онкологических препарата. Когда лекарства выйдет на белорусский рынок? Полны решимости наращивать товарооборот. Президент с рабочим визитом посетил Таджикистан. Глава государства встретился с председателем таджикского парламента. Говорили преимущественно о политике. Александр Лукашенко акцентировал, при нынешней турбулентности ставка на народную депутатскую дипломатию сильно возросла. После белорусский лидер пообщался с премьер-министром. Настрой у стран на активизацию торговли и взаимодействия самый серьезный. Мир нам показал, что такой рынок. Мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношении, так надо обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительный. Почти нет больших проблем. Мы тут вели речь. Наш Беллекпром, председатель концерна, просила, чтобы вы обратили внимание на совместное предприятие производства ковров. Мы не создаем конкуренции здесь. Поэтому надо посмотреть на акцизы по увознению продукции. Мы с вами можем такие ковры производить. И даже весь субпотребность неудовлетворил Таджикистан. Как президент сказал, 200 тысяч свадеб, как минимум один ковер – это 100 тысяч ковров. Но надо занимать вместе этот рынок. Мы же не хотим сюда привезти и сбросить свой товар. Уже в четверг Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане белорусский лидер примет участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государства СНГ. Онлайн-поддержка. В Беларуси запустят платформу для беженцев из Украины. В сервисе опубликуют список организаций, которые предоставляют помощь тем, кто приезжает из соседнего государства. Старт проекта запланирован на ноябрь. Тем временем иностранцы по-прежнему активно прибывают в нашу республику. Мы только рассмотрели более 3000 ходатайцев иностранцев о выдаче разрешения на временное проживание, более 1700 ходатайцев о выдаче разрешения на постоянное проживание, а также более 1850 граждан Украины обратились с 24 февраля текущего года в органы внутренних дел с государственным предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты. В сентябре, напомним, украинцы получили равные права с белорусами. Соответствующий указ подписал президент. В частности, он касается граждан страны-соседки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Гости могут рассчитывать на дошкольное, общее и специальное образование, а также поступать в колледжи и вузы за счет средств бюджета. Для них будет доступно также медобслуживание, детские пособия и пенсии. Доступное жилье, оптовая надбавка и пугающий фейк. Белорусам приходит сообщение о ракетном ударе по Минску. Почему нельзя переходить по ссылке? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике разработали два онкологических препарата. Они заменят зарубежные аналоги. Ранее Минздрав потратил на них более 10 миллионов долларов. Белорусское лекарство ничем не будет отличаться от импортного. В следующем году оно может выйти на наш рынок. Параллельно будет проходить регистрация в России. Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий за пять лет сократилась почти на 10%. За это время в эксплуатацию ввели порядка 20,5 миллионов квадратов. В планах на 2022 более 4 миллионов, четвертая часть которых с использованием господдержки. Март определил, как формировать цену на части кур и цеплят бройлеров. Две полутушки, передние и задние четвертинки, теперь не должны превышать стоимости целой птицы. На филе тоже действуют ограничения. Максимальная оптовая надбавка и наценка в рознице – 15%. В Беларуси активизировались мошенники, которые рассылают фейки. В мессенджерах приходят сообщения, где говорится про ракетные удары по Минску. И отмечается, что есть жертвы. Чтобы узнать больше, пользователю предлагают перейти по ссылке. Действие предоставляет недоброжелателям не только доступ к аккаунту, но и к самому гаджету. В стране образован фонд ответственности туроператоров. Компании будут пополнять специальный счет в банке. Эти деньги пойдут клиентам, которые не получили указанную услугу. Однако присоединиться к проекту сможет не каждый. Организаторы намерены проверять добросовестность и финансовое положение участников. Желанные сотки. С 1 января можно будет покупать землю в сельской местности для ведения личного подсобного хозяйства. Сейчас участки приобретают только по месту жительства, либо в черте районного исполнительного комитета. Изменения позволят снять ограничения и будут способствовать дальнейшему развитию деревень и поселков. Кроме того, в городе власти смогут предоставлять дополнительную землю в упрощенном порядке. Эта норма стала возможной благодаря обновленному кодексу, который подписал президент. Если есть свободный земельный участок, если позволяет площадь предельный размер земельного участка, предусмотренного законодательством, исполком включает такой участок в перечень, и лицо заинтересованного предоставления земельного участка обращается за предоставление дополнительного земельного участка для строительства жилого дома. При обращении нескольких человек будет проводиться конкурс. Его порядок определится в Мин. Плюс нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые получат земельный участок для строительства дома, смогут продать его без разрешения гор исполкома в течение пяти лет. Сейчас речь идет о восьми годах. Кроме того, появится возможность раздела землевладения для дальнейшего возведения недвижимости. Экокамин с часами и поющие попугайчики. В Бобруйске открылась универсальная ярмарка. Рыбные деликатесы, травяные чаи, восточные сладости и заморские специи, а еще индийские товары и алтайские бальзамы. Большой спрос также на шерстяные носки, обувь и шубы. Цены узнала Ольга Васенда. Ветчина из форели, хлеб из семги и шашлык из северной щуки. Вот такие деликатесы продают на ярмарке возле Дворца искусств. На прилавке курильский лосось, кальмары, сахалинская горбуша. Килограмма 30 рублей. Покупатели закупаются вдоволь и окунем. В спросе также саварин, палтус, терпук и треска. Мы представляем рязанский рыбоперерабатывающий комбинат. У нас очень большой ассортимент рыбы, горячего копчения, холодного копчения. Красной рыбы очень много наименований, начиная от горбуши и заканчивается чавыча. В консервах продают красную рыбу, сайру, печень трески, кижуч и даже икру минтая. Цена от 3,50. Рядом специи – паприка, карри, мускатный орех. Для любителей сладкого – халвара, хатлукум и сухофрукты. К ним – чайный развес. Эрл Грей, Айриш Крим, Манговый рай и Граф Орлов. А еще мед из Белоруссии, Башкирии и Алтая. Баночка от 10 рублей. Выбор есть. Есть, прекрасно есть. И чаин в хорошей вяжи, пасты там есть зубные, мед хороший. Не теряют своей актуальности крема без отдушек и красителей. Мыло ручной работы и паста без фтора прямиком из Индии. Здесь жир и рыбий жир за 10 рублей, магний Б6 и травяные сборы из Алтая. Снова привезли вам алтайские бальзамы. Все безалкогольные капсулы, шедеактиватор. Применяются при хроническом артрите, артрозе, остеохондрозе. Запускают механизмы восстановления хрящевой и соединительной костной ткани. Продают здесь и одежду. Женские сорочки, шерстяные носки и теплые свитшоты. Шубы из овчины, выделки мутона, астрогана и керли. Размерный ряд от 38 до 60. Цены от 400 рублей. Тут же и зимние сапоги. Мех из натуральной шерсти. К образу предлагают подобрать и бижутерию. В ассортименте кольца, серьги, браслеты, цепочки. Также детская продукция, стоимость от 1 рубля и выше. И еще привезли мы сувенирную продукцию. Это эко-камины с часами, говорящие поющие попугайчики. Все товары на ярмарке продаются по оптовым ценам. Кермаш работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Закупиться впрок можно до 20 октября включительно. Адрес – Ульяновская, 35. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. И словом и делом в Бобруйске проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность». Юные спасатели оказывают помощь пожилым людям. Перекапывают огород, убирают траву и мусор, сгребают листья, собирают сезонный урожай и наводят порядок в доме. Сотрудники МЧС проверяют, есть ли внутри пожарный извещатель и пригодно ли к топке печь. Нарушения помогают исправить. Эта акция проходит под эгидой МЧС и Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Мы привлекаем активистов БМОСП и активистов БРСМ, а также все заинтересованные общественные организации для помощи пожилым людям. О правилах безопасности инспекторы рассказывают также в торговых центрах и учреждениях образования. Проводят конкурсы, викторины и презентации. Между тем, уже 14 октября молодежная организация спасателей пожарных отметит 21 день рождения. Чествовать будут тех, кто отличился хорошими заслугами. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!